Всем привет друзья, с вами канал Al Pacino и сегодня мы будем с вами подключать вот такую вот видеокарточку обычную от обычного компьютера к ноутбуку с помощью вот такого переходника Это у нас видеокарта GeForce GTX 750 Ti, если я не ошибаюсь, ну в названии посмотрите, там есть точная маркетовка И у нас есть вот такой вот переходник, там еще с кучей проводочков С помощью него мы подключим нашу видеокарту к ноутбуку и у нас будет внешняя видеокарта на ноутбуке Которая позволит нам играть в мощные игры, монтировать нормальные видосы с комфортом и вообще быть красавчиком Потому что у вас ноут глючить не будет, давайте собирать Итак, чтобы нам подключить видеокарту к ноутбуку, нам требуется сама для начала видеокарта Видеокарта вот эта называется Gigabyte 750 JTi Она имеет 2 гигабайта памяти своей, видеопамяти Вот и была заказана на сайте AliExpress Ну вроде видеокарта не очень дорогая, она там стоит что-то в районе 70 долларов или 60 долларов По ссылке перейдете, посмотрите И в общем мы ее сегодня будем подключать Но не все так просто Для подключения самой видеокарты нам нужен вот такой вот переходник Он как-то там называется EDC Короче все ссылочки будут в описании И значит, что нам нужно Открываем наш ноутбук Для начала Мы с таким вот переходником имеем вот такой шнур Этот шнур мы будем подключать в гнездо вместо Wi-Fi модуля У меня в ноутбуке тут есть 2 Wi-Fi модуля, как я понял Вот мой основной стационарный И вот еще одно гнездо Короче пишет, что VLAN Значит гнездо подходит Вот наш вход Мы пробуем куда Запихаем наше гнездо Вот я запихнул И тут теперь сейчас я как-то присобачу, чтобы его подсоединить Вы уже в своих ноутбуках отсоединяете модуль Wi-Fi И вместо модуля Wi-Fi подсоединяете вот этот разъем Смотрите, если бы мы сюда вцепили То он бы стал у нас идеальным Вот этот вот шлейф А так как у меня есть еще одно гнездо То оно немножко шире Ну вот я вот так вот присобачил наш кабелек И хочу заметить, что уже крышка в ноутбук не становится Вашем ноутбуке будет, я думаю, так же Но это не беда Зато мощность видеокарты будет в разы преувеличена, скажем так Вернее увеличена Вот Мы наш вход Это у нас вход PCI Express, если я не ошибаюсь В этот вход PCI мы подключили наш кабель От переходника вот такого вот И наш переходник Это у нас кабель HDMI Да, это у нас кабель HDMI И теперь мы подключаем этот кабель Вот тут есть разъемчик, гнездо Вот мы его подключили Идем дальше Так, и нам теперь нужно подключить блок питания К переходнику и к видеокарте Сделать один маленький такой лайфхак, скажем так И наша видеокарта будет работать Я вам покажу, как заменить видеокарту в ноутбуке На эту видеокарту, что мы будем вставлять И как ее настроить Протестим эту видеокарту И короче посмотрим, как она будет И что она себе представляет Так, теперь мы собираем наше чудо Итак, у нас с видеокартой Вот наша видеокарта И шел вот такой вот переходник и такие шлейфы Мы их берем Вот у нас гнездо Тут гнездо Сверху мы вставляем Гнездо Вставили Далее мы будем подключать эти вот пины К блоку питания Идем дальше Вот наш переходник У нас тоже с переходником И шли вот такие вот Короче проводки Мы их берем Подключаем сюда Вот мы подключили И тут у нас подключено Видите? Теперь берем нашу видеокарту И всовываем Наш переходник Оп Вот мы его всунули То есть смотрим У нас Тут торчит все И тут торчит Далее мы берем наш блок питания Вот у нас Блок питания Еще раз показываю На 400 ватт Мы берем От переходника Вставляем Вот у нас От переходника Идет один проводок Зеленый Вот у нас От переходника Идет один зеленый провод Мы его берем И подсоединяем Теперь Подключаем Вот этот разъем Сюда То есть Далее к блоку питания Ищем все разъемчики Все подключаем Все что есть Везде На все шнуры Должно поддаваться питание Далее у нас От видеокарты Еще идет Вот таких вот Два шнура Нам их тоже нужно Подключить Ребят Если я что-то Неправильно говорю То есть В терминологии В названиях То вы уж меня простите Я практик Я вижу В общем и делаю А там Если я что-то Неправильно назву Ну как бы Ничего страшного Итак Что мы видим У нас есть Вот наша видеокарта Вот наш переходник У нас все шнуры Распитаны То есть Подпитаны И можно Теперь Теперь пробовать Смотреть Стартанет ли наша Видеокарта С блоком питания Вместе Или нет А потом Когда она уже Стартанет Будем уже Подключать К ее К ноутбуку У меня для вас Небольшое Отступление Если у вас Ноутбук Hewlett Packard То есть HP Внешняя видеокарта К таким ноутбукам Возможно Не подойдет Потому что Биос конфликтует С новыми Внешними устройствами И Короче У меня вот Hewlett Packard И у меня Установить Не получилось Так как Видеокарта Конфликтует И не видит Но Если у вас Ноутбук Типа Lenovo Asus Acer И Какие-то Другие машины Кроме Hewlett Packard То вы можете Смело Ставить Внешнюю Видеокарту Я уже Поставил И вы Дальше Увидите То есть Дальше Ролик Пойдет Пойдет С этим Ноутбук От Lenovo С его Тестами И Внедрением В него же Внешней Видеокарты Подключение Системы К ноутбуку Остается Все тем же Входы Разъемы Одинаковые Что на этом Ноутбуке Что на этом Просто вот Это не HP И короче Сейчас Смотрим Ноутбук Запустится И должна Запуститься Видеокарта Вместе с Блоком питания Смотрим Оп Все Все видим Все у нас Благополучно Запустилось Все работает И Это Таким Варимандерфул Четко Получает Четко Так Берем мышку Сейчас Наглядно Уже будем проверять На самом Ноутбуке Настройки И Покажу вам Что Ноутбук Видеокарту Увидел Я надеюсь Так будет Всем видно Перед этим Я установил Сначала Ноутбук Видит Видеокарту Как Неизвестное Устройство Это не страшно Вы качаете На него Драйвера На ноутбук Скачиваете Драйвера От этой Данной Видеокарты И ноутбук Начинает Видеть Видеокарту Как NVIDIA GeForce GTX 750Ti То есть Та Видеокарта Которая У нас И заявлена Я уже Сверялся С видеокартой Смотрел Ее Внешние Скажем так Характеристики И китаец Не обманул Так как Это реально Есть та Видеокарта Которая Нам нужна И которая Как бы Продавалась То есть Это Это реально Видеокарта NVIDIA GeForce 750Ti GTX 750Ti И так Наш ноутбук Видит Видеокарту Это супер Но Я так понимаю Чтобы у нас Все корректно Работало Нам нужно Зайти в BIOS Вот я вам Еще раз Покажу Еще раз Покажу Что все У нас Видит Нам нужно Зайти в BIOS И отключить Обычную Нашу Встроенную Видеокарту Вот у нас Есть AMD Radeon Это AMD Radeon И Intel И Intel HD Graphics Это Родионка Это видеокарта Которая Встроенная В ноутбук Вот и Это Видеокарта Которая Берет Свою мощность Оперативки Скажем так Вот Это у нас Ноутбучные Две карты А это У нас Уже Одна Наружная Скажем так Теперь нам Нужно Сделать Чтобы все Ишло Через эту Видеокарту Через GTX 750 И чтобы У нас Ноут Полностью Работал Только Через Нее Для Того Чтобы Ваша Видеокарта Внешне Работала Правильно И корректно Нам Нужно И нам Нужно Отключить Нашу Графику Ну или Включить Вот Мы находим Такую строчку Как график Девайс Вернее И нам Нужно Переключить На Switch Нейбл График Вот Мы Переключаем Все Это Дело Сохраняем И Запускаем Наш Windows И теперь В Windows У нас Уже Будут Или Установлены Или Нам Еще Нужно Будет Установить Установить Ну Походу У нас Уже Будут Установлены Видеокарту От NVIDIA И Мы Будем Мы Сможем Уже Управлять Видеокартой Вот Мы Запустили Наш Ноутбук И Вот У нас Сразу Уже Видна Панель Управления NVIDIA То есть Настройки Наши На Видеокарту Настройки GeForce Есть Далее Что Мы Делаем Чтобы Вы Правильно Задействовали Или Включили Свою Видеокарту Вот Эту Встроенную Внешнюю Ссылки На Все Драйвера Вернее На Дни Драйвера Я Оставлю В Описании Смотрите У нас Есть Тут Управление Параметрами 3D Мы Нажимаем И Выбираем Тут У вас Будет Стоять Или Автовыбор Или Интерфейс На Графическое Оборудование Нам Нужно Выбрать Высокопроизводительный Процесс NVIDIA И Применить Также Можно Сделать В регулировке Настройки Изображение Тоже Мы Сюда Переходим Так Нет Не Сюда Настройки Сараунд Короче Вот Вот Эти Настройки И Вот Мы Выбираем Вот Тут Процессор GeForce GTX 750 Ti Ну И Также Подтверждаем Видите Тут Есть ЦП Центральный Процессор Есть GeForce А Есть Автовыбор Выбираем GeForce Применяем Вот И Тут Идет Применение Изменений То Ваш Компьютер Будет Работать Вернее Ваш Ноутбук Будет Работать От Внешней Видеокарты Еще Вам Смотрите Что Покажу Тут Есть У Нас Программные Настройки Вот Программные Настройки Мы Переходим У Нас Есть Некоторые Игры И И Просто Добавляете Добавляете Какой-то Процесс Вот Тут Можно Добавить Опять же Давайте Добавим Premiere Pro Добавить Выбранную Программу И Вот Еще Делаем Добавить Выбранную Программу Все И Применяем Применяем Ко всему И Теперь Ваши Программы Ваши Игры Будут Работать Именно Непосредственно Через Эту Видеокарту Если У вас Что-то Не Получается Перейдите В BIOS Поменяйте Настройки А потом Будете Уже Настраивать Видеокарту В панели Управления NVIDIA То есть Драйверами Ссылку на Драйвера Я оставил В описании Так А теперь Давайте Перейдем И посмотрим Наши тесты И Вот Сразу Так Неожиданно Ребят Концовка Видео Потому Что Тестов Не Будет А Почему Не Будет Потому Что Я У меня Все Работало Когда Камера Не снимала А Когда Я Уже На Камеру Не Снимал И Решил Там Еще Кое Что Проверить Короче Мои танцы С бубном Накрылись Медным Тазом И В общем Что Могу Вам Сказать По поводу Тестов Придется Вам Верить Мне На Слово Потому Что У меня Уже Сейчас Ноутбук Корректно С Видеокарта Не Работает Там Короче Такие Костыли Еще Ноутбук Нимой Пришлось Отдавать Человеку Если Время Было Я Может Быть Настроен Значит Что У нас По Тестам Играл Танки На Высоких Изначально Скажу И Когда Я Играл На Видеокарте В Ноутбучной На Низких На Самых Минимальных Настройках Игра Выдавала 17 20 FPS Когда Я Уже Поставил Внешнюю Эту Видеокарту То Она Она Работает Все Офигенно Если Вы Конечно Более Менее Понимаете Что Делать На Этой Внешней Видеокарте Танки Тянули На Высоких 30 20 FPS Да Ну На 20 30 FPS На Высоких Замечу При Тестах В Фулмаркте На Встроенной Видеокарте Ноутбука Тесты Выдавали 6 FPS 5 6 FPS На Видеокарте Этой Внешней 46 Детальные Но Прикол В том Что Нужно Тут Такие Танцы Сбубнами Устраивать Потому Что Видеокарта Ноутбучная Может Конфликтовать С этой Видеокартой И Там Нужно В Биосе Отключать Ну В общем Я Подытожу Так Если Вы Любитель Поэкспериментировать И Опять же Потанцевать Сбубном Возле Вашего Устройства То Вы Можете Смело Заказывать Что Видеокарту Раз Настроить И Все Еще Скажу Почему Вообще Я Решил Настраивать Дальше Если У меня Все Работало У меня Работали Игры Но В монтажной Программе То есть Монтажка Не реагировала На эту Видеокарту Я думаю Типа Сейчас Запарюсь Монтажкой Сделаю Монтажку И все Вместе Покажу Но Запарился Так Что Все Перестало Работать В общем Если Вы Играете Игры Но Не монтажите И Если У вас Ноутбук Не HP То Можете Покупать Видеокарту И Переходник Ссылочку Я оставил В описании В начале Ролика Там Все Понятно Я Рассказываю Как Все Настроить Как Все Подсоединить Если Вам Впадло Все Это Делать То Не Покупайте Короче Ну А Видеокарту Вы Можете Купить Обновить Себе Для Своего Старого Железа Можете Пришаманить Ее К ноутбуку Все Работает Но Криво Все Работает Костыли Конечно Ребят Конкретные Я Благодарен Вам За просмотр Этого Ролика Надеюсь Был Для Вас Полезен Если Вы Мамкин Экспериментатор Такой Как Я Покупайте Вам Будет Весело И Я Уверен На 90% Что У вас Все Заработает Если У вас Не Компьютер HP Если HP Вообще Забудьте Так Что Вот Такие Приколы Ребят Спасибо За просмотр Ставьте Лайк Подписывайтесь На Канал Видеокарту Реально Могу Рекомендовать Можете Покупать Проверенный Продавец На Алиэкспрессе Зашли Заказали Это 750 Ати Она Мне Обошлась В районе 60 Долларов Четыре Или 58 Вот То есть Смело Можете Покупать Вообще Без Запросов И Хорошего Качества Собрано Везде Входы Там Ну То есть Все Гуд Но То есть Сама Эта Система Подключения Внешней Видеокарты К ноутбуку Она еще Очень сырая И есть Много Костылей Но Если Вы любите Запариться У вас Все Получится Спасибо Вам За просмотр Данного Ролика Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Жмите На Колокольчик И Всем Пока